Как известно, наш муниципалитет богат на памятники и здания, которые являются историческими достопримечательностями. Но у всех ли есть возможность быстро узнать об этих объектах что-то интересное? Для того, чтобы заполнить этот пробел, будет дан ход инициативе по созданию и установке табличек с QR-кодами в значимых местах, привлекательных для туристов. В Доме молодежи состоялась встреча представителей всех заинтересованных служб, прежде всего из сферы образования и культуры, посвященная молодежной инициативе. Перед собравшимися выступила одна из инициаторов этого проекта, учащаяся первого лице Анна Кудрявцева. Она рассказала о том, какие возможности дает реализация этого проекта и что необходимо для производства специальных табличек с QR-кодами. Мы создали демо-версию приложения, в которой оцифровали некоторые памятники нашего города. Наше приложение будет работать таким образом. Пользователь скачивает это приложение, подходит к интересующему его памятнику, наводит камеру своего смартфона на метку. В своем мобильном телефоне он сможет увидеть 3D-реализацию данного памятника, а также прочитать некоторую историческую справку про него. Мы хотим сделать так, чтобы молодежь интересовалась своей историей своего города. И наше решение, оно будет актуально, потому что мы сделали этот процесс весь захватывающим и увлекательным. Заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко, оценив актуальность молодежной инициативы, отметил, что желательно, чтобы по QR-коду на смартфоне информация открывалась стандартными средствами, без необходимости установки специального приложения. Необходимо и расширить список объектов в нашем муниципалитете, где будут установлены таблички. Я думаю, наверное, проект не обязательно ограничивать памятниками. Наверное, это должны быть памятные и от места общественного пространства, может быть, какие-то. Это может быть и образовательная организация с определенной историей. Это может быть какое-то, не знаю, здание какое-нибудь интересное в дом купца Мазепа. Это что, не элемент, которому надо отдать, да, дом? Это элемент, ну, памятник, да, у нас так же, но, тем не менее, есть же такие места и в поселениях, и везде, где люди знают про это, и хотелось бы, чтобы оно навека осталось, и в цифре тем более, да, может быть, его сюда подключить. То есть, проект чуть более расширен. К обсуждению подключилась и начальник управления образования района Елена Щурова. У нас есть закрепление за каждой образовательной организацией, памятников, скульптур, наследия культурные, здания какие-то и все остальное. То есть, 68 объектов у нас по школам закреплено. Вот с ними уже можно начинать работать. Чтобы начинать работать, нужно какой-то особый определенный алгоритм, чтобы понимать, что должно быть. 3D-визуализация этого объекта, это классно, но тогда это тоже должно только какое-то программное приложение, которое 3D-визуализирует этот объект. Если это просто историческая справка фотографий, тоже классно, но тогда у нас нужно общаться очень плодотворно с управлением культуры, потому что вся эта информация, по большому счету, есть. Нужно просто привести к общему знаменателю, как ее обработать, заложить в эти QR-поды и так далее, мне кажется, процесс двинется. Эта инициатива была рассмотрена и получила положительную оценку. Стоит отметить, что такие таблички уже есть в ведущих туристических центрах России. Для того, чтобы с помощью смартфона можно было узнать историю памятников из зданий, а также их владельцев, совершив интересную прогулку по городу и району, и будет реализовываться этот проект. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа События.